Эта декларация будет преемницей Сан-Францискской декларации, где в прошлом году прошло такое же политическое партнерство с женщиной экономикой. Под эгидой госсекретаря госпожи Хиллари Кринтон, которая также принимала вчера участие в нашем форуме, а следующая страна – Индонезия, которая будет принимать форму ОДЭС, и, соответственно, такое же мероприятие пройдет в Индонезии. Атмосфера очень хорошая, творческая, конструктивная, и с большим интересом все делегации участвуют в нашем форуме. Игорь Кринтон. Валентина Ивановна, вчера вы встречались за стражей Хиллари Кринтон. Пожалуйста, отмейте основные итоги этой встречи, что вы называли самым главным. И второй вопрос. По эгидному форуму, который завершится сегодня, скажите, какой опыт России могла бы выучить из международной практики? Спасибо. Да, у нас осталась вчера очень конструктивная беседа с госпожой Хиллари Кринтон, госсекретарем США. Мы знаем друг друга много лет и неоднократно встречались, поэтому это было как бы продолжение наших предыдущих контактов. Мы отметили, что со времени перезагрузки отношений США и Россия сделано очень много улучшений российско-американских отношений. В повестке российско-американского диалога появилось много позитивных моментов, и мы это отметили. Эти вопросы обсуждались недавно на встрече главных наших государств в Мексике в МК-20 и в других встречах высокого уровня. В то же время мы обсудили и перспективы и стратегии дальнейшего развития системы отношений России и США, как в экономике. В первую очередь мы поблагодарили США за поддержку поступления России в ИТО. Когда Россия станет сегодня до этого, произойдет уже в ближайшее время, то это открывает совершенно новые возможности для торгово-экономического сотрудничества России и США, бизнеса России и США. И мы уверены, что объемы торгово-экономической связи будут с Россией создаваться более прочный экономический фундамент наших отношений, что очень изначально важно. В этой связи мы обсуждали необходимость скорейшей отмены поправки Джексона Веника, и госпожа Тилов сказала, что администрация США также считает это крайне необходимым. При этом мы согласились с том, что отмена этой поправки нужна не только России, она не больше заинтересована американским бизнесом, для которого отмена этой поправки связала более благоприятные условия и более широкого выхода американского бизнеса на российские рынки. В этой связи мы обсуждали тот проект закона Макискова, который получил такую очень большую реакцию в российском обществе, и мы обменялись мнениями на этот счет, что такого рода действия, возведенные в рамзакона, являются, конечно же, не являются фактором улучшения российско-американских отношений, что в России реакция на это веско негативна, это воспринимается как такой недружественный шаг по отношению к России. Во всех странах мира есть практика составления списков людей нежелательных на въезд в ту или иную страну, но они где-то не возьмутся в закон. Я сказала о том, что те силы Соединенных Штатов Америки, которые не заинтересованы в углублении расширений российско-американских отношений, создают вот такой недружественный фон, фон двух великих государств, двух великих экономик, двух великих мировых игроков. И полагаю, что здравомыслящая политика Соединенных Штатов Америки надо очень серьезно над этим задуматься. Мы должны и дальше пошагово разбирать те завалы, которые сложились за многие годы между Россией и США. Мы должны убирать стереотипы, которые до сих пор очень сильны Соединенных Штатов в восприятии России, те фобии, которые есть в отношении к России. То есть мы должны убирать эти завалы, а не создавать новые барьеры в наших отношениях. Мы считаем, что этот закон создает большие проблемы. И, естественно, Россия, как и любое другое государство, в таких случаях вынуждена будет принять ответные санкции. Но к чему приведет вот это принятие санкций с одной и с другой стороны? Хотя ни к чему хорошего не приведет. Я сказала, что мы люди одного возраста, одного поколения, и мы можем ответственно и здраво анализировать, что любая эскалация напряженности между Россией и Соединенными Штатами, на примерах нашей истории показывала, что эта эскалация ничего хорошего не дает ни народу США, ни народу России, и ничего хорошего не дает миру, потому что устойчивое и стабильное отношение России и США – это серьезный фактор стабильности целой мировой политики. Мы обменялись мнениями на этот счет, и я высказала свою точку зрения. Я также высказала беспокойность теми фактами трагических случаев в американских семьях, усыновивших наших детей, факты убийства детей, усыновленных в Соединенные Штаты Америки, и что это вызывает резко, серьезно заботчинность в российском обществе. И мы попросили, и я, госпожа Людей Литтон, попросила персонально, как женщину, которая, наверное, очень чувствительно воспринимает эти вопросы, чтобы администрация США приняла реальные шаги в университете требований к таким семьям. И то соглашение, которое подписано было между Россией и США об изменении порядка усыновления детей, оно еще не ратифицировано парламентами. И я обратила внимание на то, что мы не вправе вмешиваться в правовую систему Соединенных Штатов, но когда российского гражданина Бута осуждают на длительный тюремный срок с формулировкой за злой умысла, у человека, который ничего не совершил, и когда к родителям, убившим или истязавшим усыновленных детей применяются исключительно мягкие меры наказания, нам трудно это понимать и трудно с этим соглашаться. Поэтому мы обратили внимание, если не будут соответствующих мер и соответствующей реакции администрации США на эти случаи, то, конечно же, процесс ратификации этого соглашения не будет проходить просто в парламенте. Хотя это соглашение, конечно же, серьезно меняет систему усыновления, ужесточает контроль с российской стороны, делает его обязательным за детьми. Но в целом, я думаю, что нам надо еще сделать паузу, не надо торопиться с усыновлением, надо все-таки понять, что Соединенные Штаты также воспринимают нашу озабоченность и готовы принимать серьезные меры. Только тогда можно говорить о возобновлении этой работы. Мы поговорили о безвизовом обмене. Сейчас в парламент внесено соглашение об упрощении виз, точнее, выдаче многократных виз на краткосрочные поездки до трех лет. Мы считаем это серьезным прорывом в российско-американских отношениях, но выразили свою заинтересованность в том, чтобы ускорить процесс перехода на безвизовой режим для таких краткосрочных поездок, что Россия готова к этому. Шар на американской стороне госпожа Кистен согласилась с тем, что это правильное движение, и они также с пониманием к этому относятся. Но, конечно, мы обсуждали вопросы межпарламентского сотрудничества, необходимость их активизации, активизация межпарламентской дипломатии, которая, может быть, во многом помогала бы снимать вот эти напряженности, недопонимания, стереотипы, односторонние взгляды на существующие проблемы. Она поддержала и сказала, что со своей стороны также будет содействовать активизация межпарламентской связи между Россией и США на всех уровнях. Что касается итогов форума, вы так, по-моему, спросили, да? А, опыт. Ну, вы знаете, каждая страна имеет свой положительный опыт в разных сферах, в том числе и в теме, которую мы обсуждаем. Идет очень интересный обмен опытом, дискуссия. Все это будет по итогам обобщено. И те положительные практики, которые существуют в странах ОТЭС, мы, безусловно, будем использовать учитываться в работе. Так же, как и Россия, на этом форуме поделилась своими положительными практиками, опытом, и с интересом была выслушана участницами форума.